Дорогие друзья, мне пришлось экстренно записать данное обращение, потому что мое публичное появление с Георгиевской лентой у многих вызвало негативную реакцию. Родные мои, я не ФСБ и не КГБ. Я не кремлевский агент. Прекратите верить тем политикам, которые ночами лазят по радикальным чатам под чужими никами и придумывают небылицы. Все гораздо проще. Я простой человек, прямой и настоящий. Я белорус и я предан своей Родине. Я военный человек с рождения. У меня была возможность льготно поступить в любой институт, потому что я закончил среднее образование с отличием. Но я отказался от поступления и пошел в армию, потому что меня так учил мой отец. А сейчас я хотел бы обратиться ко всем, кто сомневается в моей преданности. Адресую лично моему близкому другу, который недавно мне позвонил и сказал, «Если ты пророссийский, ты потеряешь друга». Нет, я не пророссийский. И друга я не потеряю. «И передавай привет своей маме. Я рад, что она за меня и верит мне». Отцу жму руку. Также я обращаюсь к людям 1996-2000 годов рождения. Меня об этом попросил Андрей из Гродинской области. Его отец – бывший сотрудник 12-го отдела КГБ СССР. С отцом я лично поговорил и понял, что молодежи нужно все объяснять подробно. Поэтому объясняю. Георгиевская лента для меня – это символ победы над фашизмом. Это боевой подвиг народа. Надев ленту на грудь, я показываю уважение к любому ветерану Великой Отечественной войны. Я никогда не забуду их подвиг. Настоятельно прошу вас не смешивать все в одну кучу. Не слушайте людей, у которых личная прихоть стоит выше над моральными и нравственными принципами. И самое главное. У нас всех одна цель – сделать нашу страну свободной. Беларусь должна быть свободной, независимой и суверенной республикой. Далее хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые искренне поддерживают мою позицию. Я вчера уже говорил спасибо Наталье и ее подписчикам. Скажу и сейчас. Огромное вам спасибо за вашу поддержку. Я искренне рад, что вас становится все больше и больше. Я, в свою очередь, не дам ни единого повода сомневаться во мне. Я всегда буду предан своей родине, так как и предан своей маме. А вам, товарищ полковник в отставке, а ныне пенсионер, я жму руку. И честь имею офицера. Мы еще выпьем на брудершафт. Ну и немного информации от моих коллег, которые служат белорусскому народу. В спецфонде архива военной коллеги Верховного Суда СССР, ныне России. В делах за 1957 и 1965 годы можно обнаружить два весна весьма интересных постановления. В папках протоколы судебных заседаний и приговоры, вынесенные в отношении ряда изменников Родины в период немецко-фашистской оккупации Белорусской ССР. Приговоры разные. От смертной казни до лишения свободы на срок от 10 лет. Осужденные полицаи, каратели и их пособники. Так вот, среди них есть два осужденных, которые после войны скрывались под фамилией, совпадающей с персональными данными Александра Лукашенко. Это его дед и отец. Следственную группу возглавлял прикомандированный в КГБ БССР сотрудник Центрального аппарата Меламедов. Опытный и очень предусмотрительный был офицер. До сего дня материалы находятся под грифом «Секретно». Хотя срок 50 лет уже вышел и другие постановления этого периода давно рассекречены. Погибший на фронте отец Лукашенко Григорий Степанович Финчук умер в тюрьме, где отбывал срок за воровство. А родной дед Александра Лукашенко – это основатель профашистских организаций Закарпатия. Степан Андреевич Фенцик. Казнен 30 марта 1946 года советскими властями за сотрудничество с нацистами. Я думаю, сейчас вы все понимаете, почему в Беларуси Лукашенко никогда не будет идти с нами рядом в колонне Бессмертного полка. Это не его победа. Дорогие ветераны, я искренне поздравляю вас с данным праздником. Спасибо вам, что вы подарили нам свободу от фашизма. Спасибо вам, что вы, не жалея своих жизней, сражались за наше будущее. Низкий вам поклон и светлая память тем, кто не дожил до сегодняшних дней. Всех с Днем Великой Победы! Завтра я вместе с вами выйду и буду горд за наших ветеранов. Я надеюсь, что встречу тех, кто мне год назад сказал, мы еще поживем. Тому ветерану-моряку было 98 лет. Друзья мои, 9 мая это наш праздник. Мы обязаны показать, что нас большинство. Фашистский режим не посмеет применить насилие в этот день. Лукашенко очень слаб, и он панически боится нашего единства. Помните, что в рядах силового блока огромное количество верных народу людей. Совесть и честь у многих просыпается, особенно когда перед 9 мая диктатор лишил званий 86 сотрудников. Еще раз, дорогие мои, всех с Днем Победы! Живи, Беларусь! Ну, кто начнет? Я буду машинистом. Мне нравится третить вперед, на рельсы, когда им у тебя мчатся деревья. Мне нравится скорость. А я буду врачом, буду лечить людей. У меня вот недавно собака заболела, а я не знал, как ее вылечить. Вась, ну ты сравнил собаку и человека. И девятили нары. Я вот буду физиком. Хочу разбираться в том, в чем никто не разбирается. А я буду учить ее. Сидишь, ничего не делаешь, только оценки всем ставишь. Дорогие ребята, они ставят собрание проводить. Мне кажется порой, что солдат с кровавых, не пришедшие полей. Не в землю нашу полегли, когда, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, Пришла похоронка на Васю. Их подают нам голоса. Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу, Клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня Настанет день из журавлиной стаи Я поплыву в такой же сизой мгле И из-под небес по птичьи окликаю Всех вас, кого оставил на земле Последний, все, последний. Давайте мы сегодня с вами поговорим о том, Кто кем хочет стать? Я буду гонщиком, я буду самым быстрым в мире гонщиком. Я буду делать конфеты. А я буду полеменой. А я певицей. А я буду ученым. А я буду ученым. Кем бы вы ни стали, нужно прежде всего Быть просто хорошим человеком и любить свою родину. Именно благодаря этой любви мы с вами живем. Субтитры создавал DimaTorzok